Всем привет, дорогие друзья! Сегодня раскрою довольно важную тему, я бы даже сказал, она самая важная. И эта тема связана с тем, как именно выполняется служение духовным мирам посредством нашей жизни. В действительности многие люди не понимают даже Бхагавадгиту. И даже прослушав десятки, сотни лекций, многие действительно не понимают, что значит путь служения, путь бхакти, как он выполняется. То есть все понимают, есть храм, есть божество. Вот мы приехали в храм, сделали подношение цветов, сделали подношение сладостей, прочитали мантру, поставили благовоние, сделали подношение светильника, ну или в разных храмах по-разному. Это понятно, это всем понятно. Ну или дома мы находимся, мы читаем мантру. Вот это тоже является подношением. А все остальное? Мы кушаем, мы спим, у нас семья, у нас отношения, у нас социальные обязанности, у нас обязательный уход за детьми должен быть. У нас общение с родителями, какие-то там отношения с друзьями. Это все, как быть с этим. То есть мантру мы читаем час в день. Опять-таки, для примера говорю, мы не выясняем кто сколько, это наш личный выбор. Допустим, хатха-югой мы занимаемся, ну полтора часа в день, ну кто-то два, кто-то три часа, да. Что мы еще делаем? Медитируем. Может медитируем там на протяжении полутора часов, может час в день, да. А дальше-то что? Вот мы на это тратим там три-четыре часа, а все остальное время, что делать с этими, да. Да, вот это как можно использовать это время для того, чтобы это было подношением. Для того, чтобы понять все это, нужно вернуться мысленно к тем событиям, которые происходили на поле битвы Курукшетра. Для этого нужно представить себя в качестве, в буквальном смысле, как Арджуна. И мы, находясь на поле битвы Курукшетра, мы должны понимать, что само по себе поле Курукшетра – это наша жизнь. Это борьба наших благих и демонических качеств. И, естественно, все те трудности, которые описаны в Бхагавадгите, та нерешительность, которая была у Арджуны, те сомнения, та слабость, которую он проявил, да, он в какой-то момент остановился, испугался, как же я буду с родственниками воевать. Кришна ему сказал, ты должен исполнять свой долг к шатре, иначе ты потеряешь статус к шатре, ты будешь обвиняем всеми, тебя признают малодушным, над тобой будут посмехаться и так далее. Но если ты исполнишь свой долг, если ты в бою погибнешь, так и описывается, ты попадешь на небеса. А если ты останешься жив и добьешься победы, то ты славу получишь на земле. В любом случае ты на коне, то есть в плюсе, мягко говоря. А если ты откажешься, не исполнишь свой долг, то ты получишь позор. И Кришна Аватар, он таким образом и донес Арджуне, что ты должен исполнить, потому что это предназначается нам по карме. То есть кармические предназначения нужно исполнять. Иначе если не исполним их в этой жизни, они придут нам в следующей жизни. И так они будут за нами гоняться, пока мы их не исполним. От кармы невозможно избежать, ее можно и нужно отработать. Это не такой простой и бестолковый закон, как многие лекторы нам доносят с определенной легкостью, что это же закон кармы и все такое. Нет, это очень строгий закон, это очень важный закон. И многие люди вообще не понимают важность принципа закона кармы, потому что он не отменяется. Его невозможно отменить. И возвращаясь к нашей теме, Что подразумевалось в словах Кришны, когда он... Давайте я, кстати, зачитаю. Смотрите, это фразы, произнесенные Кришной на поле Битву Куркшетра, во время того, как он объяснял, зачитывал Бхагавадгиту. Если человек с любовью и преданностью поднесет мне листок, цветок, плод или немного воды, я непременно приму его подношение. Я почему всегда, дорогие друзья, подчеркиваю, здесь в этой фразе есть ключ к этим знаниям. С любовью и преданностью. Это качество, которое есть в нашей душе, в нашем сердце. Оговорка сама по себе, когда Кришна Аватар сказал Арджуне, если человек с любовью и преданностью поднесет мне, сама по себе эта оговорка, если указывает на то, что если этих двух качеств не будет, то таким образом человек сам себя лишает возможности получить благословение. Допустим, хоть что угодно подносит. Если нет этих качеств, практика не будет действенной. Любовь и преданность. Запомните. И дальше я зачитываю. Чем бы ни занимался, что бы ни ел, какие бы ни приносил дары, что бы ни отдавал и какую бы то пассию ни совершал, делай это окуньте, как подношение мне. И вот этот вот элемент вообще непонятен. Да всем непонятен. Всем. Поголовно. Что подразумевается? Кришна говорит на самом деле в этом стихе, что вся твоя деятельность, вся наша деятельность, которую мы делаем, работа, семья, спим, кушаем, общаемся. Это все является частью определенного подношения. Подношение Кришна аватару. Да, ну или же тем божествам, которые нам нравятся. Вот. То есть, там, кстати, в группе были вопросы относительно того, можно ли калке аватару совершать почитание или поклонение. Конечно, можно. То есть, мы должны понимать, что изначально ни Кришна аватар, ни Нарисимха, ни Вараха, вот, ни калки аватар, они не зависят от закона кармы, и они не подчинены времени. То есть, если мы молимся Кришна аватару, который приходил давным-давно в прошлом, или молимся, или обращаемся к калке аватару, который придет в будущем, то и та, и тот аватар, и тот аватар одинаково, одинаково воспримут наши молитвы, и услышат наши молитвы. Понимаете, в чем соль? То есть, они находятся вне закона кармы, поэтому они не подвержены влиянию времени. И, соответственно, молитва, которая обращается к ним, независимо от того, в прошлое или в будущее, к будущему аватару, либо к Нарисимхе, когда он приходил, миллионы лет назад, все равно он нас услышит. И здесь суть заключается в том, что все, что мы делаем, является своего рода подношением или же молитвой. А для этого, чтобы понять, как это работает, мысленно, допустим, в моем случае, я какое-то время также пытался для себя более глубоко уяснить, что подразумевалось. И я очень долгое время выполняю практику, которую, собственно, я взял из Бхагавадгиты. И здесь говорится, что чтобы не поднес, чтобы мы не поднесли Кришне с любовью и преданностью, и совершая все, как подношение мне, Кришне, допустим. Для того, чтобы более глубоко осознать этот путь, я, закрывая глаза в состоянии медитации, представлял, что вся моя судьба, все мое прошлое и все мое будущее и все мое настоящее, допустим, находясь в храме, ну, к примеру, какое нам божество нравится, Радхараман, например, или же Банки Бихари, да, находясь перед божеством Радхараман или же Банки Бихари или Радхавалабха, мысленно наше прошлое, будущее и настоящее мы подносим этому божеству. И так можно делать в буквальном смысле каждый день. Я сталкивался в параллельных измерениях с духами, с нечистыми духами. И в силу того, что когда ведешь духовную практику, они всегда пытаются что-то забрать, что-то тебе помешать, да, ну, то есть, такие злобные такие духи. Вот. И представляете, они там годами на тебя давят, воздействуют и так далее, но вот это воздействие, оно в буквальном смысле аннулируется за счет подобного подношения. Это одна из тех тайных практик, которые я рассказывал буквально нескольким людям, ученикам. Сейчас вот для всех расскажу. И когда я выполнял эту практику, я в буквальном смысле возвращался в состоянии света. то есть, предположим, нет времени на практику, ты очень занят, очень сильно устал, садишься 10-15-20 минут, сидишь, медитируешь, мысленно представляешь, что находишься в храме Радхарамана, мысленно представляем свое прошлое, представляем свое будущее, настоящее. И все это по-разному можно представить, кому для меня это просто определенная символика или же намерение. Намерение пожертвовать, мысленно пожертвовать свое прошлое, будущее, настоящее Кришна-аватару. И вот таким образом я мысленно совершал пожертвования или подношения, причем совершаем подношения именно же всей нашей жизни. Не просто выборочно только всего хорошего, либо только всего плохого. Нет. Это все мы, постарайтесь понять, и наши какие-то греховные поступки, наши хорошие поступки, это все мы, поэтому в своем случае я делал подношение всего того, что со мной связано. Вот такой я, понимаете, я не пытаюсь лукавить и говорить, вот я там суперхороший, я про то, что во мне плохое есть, я никогда не расскажу и так далее. Нет, я беру и все делаю, все подношу к Кришне, а там Кришна-аватар сам разберется. Вот. И прошлое, и настоящее будущее. И таким образом, как бы мысленно я делал подношение и уже через несколько секунд я видел, как астральное тело в буквальном смысле вспыхивает голубым светом. И представляете, духи на меня воздействовали или пытались воздействовать по полгода, по году, да, то есть ты медитируешь, они тебя выбивают, дергают и так далее. Их очень много на планете. И когда человек занимается духовной практикой, тебя сразу все начинают чувствовать, а многие наоборот тебя в буквальном смысле преследуют. Да, то есть как в материальном мире, так и в астральном мире. Но это жизнь на земле, так что будьте готовы. И когда делаешь вот это одно единственное подношение в течение пяти-десяти минут, вспышка света, она аннулирует все, и ты понимаешь, что не было вообще никогда этого воздействия. Ты понимаешь, что все это было кармой, просто нечистой кармой, нечистой энергией, которую они в тебя просто монотонно закачивают, заливают, влияют, воздействуют. Ну как это там они называют для себя, понимаете? То есть нечистые духи, просто находясь рядом с вами, они вас оскверняют, и наш уровень начинает понижаться. Они там свалят куда-нибудь, мы опять попрактиковали, опять поднялись, они нас почувствовали, не наваляемы, они не поймут, что они проиграли. Вот. В моем случае я им вот так вот наваливаю, когда делаю подобное подношение, это все решает. То есть они там пыхтят годами, допустим, серьезно говорю, годами, годами, да, многие духи буквально в смысле преследуют, потому что они понимают, что если они хоть на секунду нас отставят, наставят, все, они проиграли. Ну это как птичку, если выпустите из клетки, она улетит, и да, они проигрывают. Духовная практика, все равно ты, ну мы поднимаемся, 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 но все равно они ловят какие-то в нас слабые места, бьют в них, давят и все такое, да. Вот. И когда выполняется эта практика, я в своем случае вижу, как я сразу превращаюсь в, точнее, духовное тело сразу начинает сиять светом, и я полностью состою из света. И само по себе вот это вот подношение, которое совершается, то есть мы, по сути, становимся условно говоря, просадом. Просад это благословенная еда. Может быть грубое сравнение, но так или иначе, друзья, в этом суть нашей жизни, то есть мы должны в силу любви, преданности Кришна-аватару, или Нрисимхе, или Варахе, или же Калки-аватару, мы должны посвятить себя всю свою жизнь этому божеству. И тогда мы так или иначе все равно придем к пониманию того, что все наше прошлое, все наше будущее, все наше настоящее, оно уже является подношением. То есть мы сами по себе являемся подношением. И когда вот это происходит, именно тогда мы вступаем на путь следования именно духовному пути следования божеству. Допустим, Кришне, лекалки-аватару, лекалки-аватару. И тогда учитывая то, что происходит вспышка света, это и есть то самое очищение нашего прошлого, будущего, настоящего. То есть божество принимает наше подношение, то есть принимает нас самих. Что самое ценное в нас? Это мы сами. И вот когда мы совершаем подношение всех наших нечистых карм, имеется в виду и чистых, и нечистых, то есть все вместе, то мы таким образом очищаем все наши негативные и позитивные элементы, потому что в позитивных элементах нашей судьбы тоже есть какие-то кармические тенденции. И таким образом мы потихонечку начинаем прогрессировать. И вот сам принцип подношения это то конечное понимание, на которое указывает Кришна-аватар именно в данном писании. Вот здесь говорится «Чем бы не занимался, что бы ты не ел, какие бы не подносил дары, что бы ты не отдавал и какую бы опасию не совершал, делай это о кунти, как подношение мне». То есть все должно быть подношением. Мысленно. Просто постарайтесь можно дома сесть вот так вот уединиться, попробовать эту практику и вы удивитесь каким удивительным свойством будет обладать эта практика. Она описана в Бхагадгите. Это не то, что я пытаюсь каким-то образом нам навязать. Я просто объясняю, я делюсь своим пониманием, я делюсь теми знаниями, которые у меня есть, я делюсь теми практиками, которые я выполнял. в моем случае нужно было решать очень быстро, срочно в буквальном смысле. То есть если бы я начитывал просто мантру, мне потребовалось два-три дня или неделю на то, чтобы исправить какую-то проблему. Но я решаю вопросы многие за счет вот этой довольно простой практики. Но опять-таки нужно, чтобы была преданность, любовь и уверенность в том, что мы делаем. То есть если мы как-то будем несобранными, вялыми, кислыми и любыми другими, это скорее всего может не сработать или частично сработать и эффекта не будет такого. Но в любом случае тренироваться нужно. Скорее всего полноценным пониманием подобного подношения или подобного служения мы овладеем наверное только лишь спустя десятилетия. Потому что эта практика она по сути по своей глубине бесконечная. То есть мы будем совершать подношения и в этой практике мы будем погружаться все большую глубину каких-то трансцендентных состояний. понимаете? То есть мы сможем встать на этот путь но мы не сможем найти окончательный уровень реализации. То есть этот путь он бесконечный. Реализации не существует не существует так называемого просветления. Потому что то просветление которое предполагается во всевозможных разных учениях оно описывается как конечное состояние. Но Господь без ограничений он бесконечный. Как можно сказать что ты просветленный ты достиг какой-то конечной точки своей эволюции. Но если достиг пожалуйста воду в вино превращай. не достиг значит никакое это не просветление. Для примера я сказал. И вот сама подобная эволюция она будет продолжаться нами на протяжении всех наших последующих воплощений. То есть мы будем себя совершенствовать 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 вот и таким образом мы поднимемся до уровня духовных миров до миров Шрина Райана либо Кришна в Кришна Локу попадем вот и так далее. Дальше идет фраза так ты освободишься от времени кармической деятельности и ее хороших и плохих последствий. Когда Кришна управлял когда он выполнял роль возницы для Арджуны управляя конями в колеснице у Арджуны то когда вся наша жизнь превращается в одно такое подношение когда мы делаем работу какую-то то мысленно мы внутри должны осознавать что мы эту работу делаем ну что мы можем делать для примера мы можем убирать в саду наводить порядок мы можем подрезать деревья копать огород выполнять работу связанную с управленческой деятельностью управлять нашими подчиненными у кого там кто на фирме работает выполнять работу связанную с торговлей кто продавцом работает кто-то занимается в турагентстве кто-то работает переводчиком и для примера я говорю все примеры и мы эту деятельность мы должны понимать внутри это не надо выполнять с напряжением с болью в мозгах нет не надо концентрироваться концентрация это путь для эгоистов самовлюбленных каких-то отчасти даже демонических личностей нет преданность она в сердце и мы должны выполнять работу честно искренне зная что эта работа является подношением но при этом мы также получаем за это деньги но эти деньги также являются подношением даже если мы их на себя тратим на то чтобы тело прокормить одежду допустим купить себе мы же не можем голыми ходить отдавая все деньги в храм нам надо одеваться нам надо кушать нам надо заботиться о своих детях какой-то процент мы можем пожертвовать в храм божеству но все равно большая часть идет на нас самих но даже то что идет на нас самих мы должны понимать и внутри осознавать и выражать намерение что эти все деньги мы тратим не на нас не на нашу семью не на наших детей не на наших не на наше окружение мы не платим там за свет за газ мы оплачиваем то что нам необходимо купить, как подношение Кришне. То есть все деньги являются подношением Кришне. Вся деятельность является подношением Кришне. Все, что мы совершаем, это вся наша деятельность. Делаем утреннюю прогулку, это тоже подношение. Вот когда бежим, мы должны выполнять эту деятельность таким образом, чтобы внутри мы чувствовали, что это подношение. То есть с любовью выполнять для Кришны. Пробежались даже в туалет, когда мы ходим. Это тоже подношение Кришны. Может быть грубо, но это все равно. Это все деятельность нашего физического тела, это тоже наша карма. Когда мы кушаем, допустим, идем по улице и кушаем мороженое, или кормим наших семью, это тоже подношение. Не надо думать, что вот Кришне я отдельно готовлю. Нет. И семью, когда мы кормим, когда наших деток кормим, мы должны осознавать, что мы на самом деле кормим Кришну. Мы все, всю эту деятельность мы готовим для Кришны. И муж является формой Кришны. И дети являются формой Кришны. И начальник на работе является формой Кришны. Конечно же, поскольку мы живем в кармическом мире, мы должны понимать, что кармические энергии этих проявлений могут быть очень разными. Мы должны использовать мудрость. То есть не все, что начальник говорит, или же не все, что там говорят наши друзья, близкие, нужно делать, и нужно делать только то, что с позиции духовных знаний благоприятно для нас самих, а не какие-то глупости, там покурить, выпить, наркотики и так далее. Это все нечистые энергии, да, то есть это тоже энергии Кришны. Но мы должны понимать, что для нас, для нашего развития, эти энергии Кришны, они неблагоприятны. Нам нужны только те энергии, и только те благословения Кришны, которые благоприятны для нашего развития. То есть, если мы будем, допустим, почитать Кришну посредством сигарет, вина, алкоголя и греховной деятельности, то Кришна перед нами представит в облике ада. Это тоже будет Кришна, но он будет в облике ада. И мы должны понимать, что мудрость должна руководствовать, ну как, с помощью мудрости мы должны руководствоваться или развиваться в своей жизни, а не с помощью не всегда чистых кармических советов наших друзей, каких-то там знакомых и так далее. Вот. Еще раз, для примера давайте проясню. Передвижение в метро, допустим, мы едем в метро, летим в самолете, это тоже, вся эта деятельность также является подношением Кришны. Идем на рынок, это тоже подношение Кришны. Не только то, что мы покупаем, а сам процесс. Сам процесс того, что мы идем, того, что мы покупаем, того, что мы готовим, того, что кормим, эти все процессы, это тоже подношение Кришны. Вся наша жизнь, все наше, по сути, окружающее пространство, это все изначально, это все изначально принадлежит Кришне. Потому что в Писаниях так и говорится, на самом деле, что... Сейчас я попробую найду. Но боюсь, что не смогу сразу найти. Вот, друзья, извините. Боюсь, боюсь, боюсь. Давайте-ка я, наверное, лучше эту тему в другом ролике раскрою. Когда Кришна Аватар говорит, что на самом деле все то, что мы видим, все то, что нас окружает, это все его формы. И когда мы придерживаемся концепции, что то, что есть вокруг нас, есть что-то мое, то таким образом мы усиливаем в себе гордыню и эго. Когда человек думает, что это моя машина, таким образом он воспитывает в себе гордыню и эгоизм. А когда он думает, что эта машина принадлежит Кришне, какие проблемы? Понимаете? Можно машиной обладать. Можно обладать хорошей квартирой. Можно заниматься служением. Можно выполнять работу на каком-то предприятии, на фирме. Но нужно относиться к этому как к бизнесу, который принадлежит Кришне, к деятельности, которая принадлежит Кришне. Понимаете? Это все он, это все его проявление. Как только мы думаем, что это наше что-то, все, пошла гордыня, пошли процессы демонизации наших внутренних чувств. На самом деле эти принципы работают и в традиции христианства, и в традиции, я думаю, ислама. Хотя я не особо погружался в эти темы, но принцип тот же самый, что нужно в первую очередь всю свою жизнь посвятить все виды деятельности, посвятить именно Богу. В данном случае Кришна-аватар или Нрисимха-аватар или Калки-аватар. Потому что многие ребята спрашивают, действительно, Калки-аватар можно или нужно почитать? Да, конечно, нужно. Ребята, вы о чем спрашиваете? И Калки-аватар, он, по сути, не уступает Кришне, не уступает та же самая личность, та же самая. И совершая почитание Калки-аватара, допустим, которое придет в будущих веках, мы точно так же совершаем почитание, одновременно почитаем и Кришну, и Нрисимху, и все остальные формы. И, собственно, высшее божество Шри Нарайану и так далее. Ну, вот как-то так вот. Над этими темами я бы посоветовал, дорогие друзья, изучить более детально, лучше всего несколько раз прочесть Бхагавадгиту и помедитировать над теми или иными темами, которые здесь оговариваются. То есть берем в буквальном смысле текст, который нас заинтересовал, и пытаемся его осознать. То есть мы его мысленно прилагаем к себе, что подразумевается, допустим, Кришна говорит, сражайся во имя сражения и не думай о счастье и горе, потерях и приобретениях, победе и поражении. Действуя так, ты никогда не навлечешь на себя греха. То есть выполняй свою деятельность, будучи максимально не вовлеченным в эту деятельность. То есть просто выполняй то, что должен. И делай это для Кришны. И тогда греховная деятельность уже не накапливается. То есть мы лишены будем последствий. Последствий греховной деятельности. Но если мы делаем с позиции самих себя, вот я там на поле битвы Куркшетра, я сейчас снесу голову карни, замочу деда Пхишму и так далее. То кто говорит в нас? Наше эго, наше гордыня, наше самомнение, наши какие-то ложные амбиции и так далее. Тема сложная. Я потом еще как-нибудь посвящу этой теме ролик. Если кому чего не понятно, пишите. Пишите, буду отвечать. Будем прояснять, потому что тема важная. Поверьте, многие, даже с вайшнавами, которые там по 10 лет, они до сих пор не понимают. Что подразумевалось под вот этими вот словами. То есть они до сих пор считают, что вот вся жизнь, это подношение Кришне, это вот стать там Саньяси. Нет, а что делать тем мамочкам, у которых там пятеро детей или трое детей? Да хотя бы один ребенок. Она же не бросит ребенка, а как-то ей надо служить Кришне. Понимаете, она же не сможет Саньяси стать ближайшие 20 лет, пока ребенок не вырастет. Да и потом она не сможет стать, потому что нужно заботиться о ребенке. Понимаете, а что сделать отцам, у которых там также на попечении находятся работники, которые от него зависят? Или там семья, ну семья же у нас у всех. Да ну вот что делать? В храм мы ходим раз в неделю, и то не всегда получается. Вот что нам делать? И вот эти знания, они на самом деле решают этот вопрос. И Кришна и объяснял, что не рассматривайте ничего нечистого в жизни. Да, есть нечистые элементы с позиции нашего материального мира. Но находясь в состоянии правильного восприятия, правильной медитации на материальный мир, вот, видя, что это все проявление Кришны, мы таким образом избавляем себя от многих-многих внутренних страданий. Да, то есть, если, допустим, если Кришна так сделал, допустим, или так проявился, то мы что должны сделать? Мы должны сделать только то, что необходимо сделать с нашей точки зрения, в силу нашей кармы, как Арджуна. То есть, мы должны выполнять свои обязанности полностью. Полностью, самоотверженно и качественно. Но, также мы должны понимать, что это все игры Кришны. И таким образом, у нас медитация на Кришну, или же на Аватаров, или на Нарайану, будет 24 часа в сутки. 24 часа в сутки. То есть, вот в этом-то сути заключается, что мы не только должны медитировать или быть в состоянии почитания Кришны только в храме, но еще и дома, еще и на улице. Выгуливая даже собачку кто-то выгуливает, или там с детьми гуляет по улице. Или же на работу идет, выполняет какие-то там работы, не знаю, сварщиков, да, там, или какие-то там еще работы, там, продавцов в магазине, да, и так далее. Мы должны понимать, что мы все делаем для Кришны. Это все служение Кришны. Таким образом, выполняется эта медитация, и мы с каждым шагом привлекаем благословение Кришны Аватара. Или любого другого Аватара. Это не обязательно про Кришну, друзья мои. Это может быть и Калки, это может быть и Нрисимха, Вараха, любое другое божество, которое нам нравится, но в традиции Аватаров Шри Нарайана. Как-то так вот. Все, всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok